И при этом замечательный, замечательный писатель и мой друг, и вообще о чем говорить, братство народов. Второй момент, что касается геополитических проблем, блин, ну совершенно очевидно, не впадая ни в какую конспирологию, что существует жестокое и холодное столкновение интересов. То, что одна из заслуг нашего государства разрульной ситуации по Сирии удалось предотвратить бомбежки Сирии, это очевидно. То, что, ага, вы здесь, а мы вам, это тоже есть. Но главное, что меня беспокоит и тревожит, учитывая первый вопрос вырезания армян, который сейчас происходит, уничтожение монастырей, похищенные монахини, все что угодно. И плюс ко всему отказ, в том числе со стороны Америки, признавать геноцид армян. Это все тем самым циничным двойным стандартам. Вот, пожалуйста. Но часть цинизма остается и у нас, потому что там президент, не признавая, обращается к народу, которого в два раза больше, чем здесь. Здесь никогда член правительства, не говорю о президенте, не обращается. Это очень неправильно. Моя позиция стоит в том, что, безусловно, геноцид армян был, безусловно, обязано государство это признавать. Как иначе? Это было, это исторический факт, это большая трагедия. Россия остается единственным христианским большим государством, где нет даже сантиметрового памятника этой дати. Ну вот, это все доводит на размышления об известной политкорректности и о том, что, значит, что-то можно признавать даже под страхом суда. А где-то наоборот, значит, нельзя заикнуться, почему Турция член НАТО. А некоторые говорят нам, что там милые няшки, а здесь страшные... Но, может, Турция занимает какое-то место в национальной русской идее? Признаем это, не будем лукавить. В смысле? Поклон вам. Занимает, потому что они решают здесь вопросы, их здесь никогда не будет. Геноцид армян был и точка. Давайте к следующему вопросу. Да, к следующему вопросу, пожалуйста. Продолжение следует...